Во имя Отца и Сына и Святаго Ириха, Аминь. Слово юным христианам. Возглавляем нашу рубрику. Дети, подходите ближе. Те, кто себя считает юным христианином, свет глазам ваших. Я вас вижу, вначале не видел, но сейчас увидел и обрадовался. Сегодня Господь нам рассказал притчу. Кто знает, что такое притча? Что такое притча? Слово? Знаете? Притча – это такой поучительный рассказ, который очень часто использовал Господь Иисус Христос, общаясь с людьми. Притча дает нам наглядное понимание о важных вещах, о которых Господь хочет нам рассказать. Вот и сегодняшняя притча о Царстве Небесном. Один Господин Царь устроил брачный пир для своего сына. Что такое брачный пир, знаете? Свадьба. Брачный пир – это свадьба. Устроил праздник и пригласил гостей. Много гостей, наверное. И когда уже наступило время свадьбы брачного пира, он послал своих рабов, ну, слуг, значит, пригласить званых. Пусть приходит, уже все готово. Но все, кто был позван и приглашен, стали отказываться. Не, я не пойду. Я не пойду. Я тоже не пойду. Ну, ладно. Они хотят прийти еще раз. Послал своих слуг, рабов. Ну, убеди, чтобы вошли на брачный пир. Скажи им, что все приготовлено. Угощение на столе готово. Только поучаствовать нужно. Разделить радость. Все готово. Но званые опять стали отказываться. Один сказал, что я занят. У меня там хозяйство. У меня времени нет. Короче, все опять отказались прийти на брачный пир. Какова реакция была царям? Обрадовался он. Ну, и ладно. Рассердился, конечно, на царе. И послал войско наказать вот этих званых. Почему он решил наказать? Потому что они, его рабов, слуг которых он позвал, они не только отказались прийти на пир. Они еще и обидели. А кого-то даже и убили. Конечно, это вызвало негодование и гнев царям. И он наказал этих слуг. Наказал этих званых. А рабам своим приказал, что идите на улице. И пригласите других. Ну, всех, кого встретите. На изгородях, на улицах. На распутях дорог. Всех, кого найдете, кого встретите, пригласите на мой брачный пир. Они так поступили. И вот, выйдя на дорогу, они собрали всех, кого нашли. И свадьба наполнилась пирующими. Там и добрые люди были, и злые, и разные. Кромые, и слепые. Тех, кого изначально не собирались приглашать. И когда вот этот пир пиршествовал, один человек оказался, то сидел за столом, одет не в брачную одежду. А почему этот момент очень важен? Потому что раньше, когда в древности иудеи проводили свадьбу в брачном пиршествии, то всем, кто приходил в гости, давали новую одежду красивую. Для того, чтобы они разделили вот эту радость и новую одежду. Вот. Один человек оказался там, у которого не было этой брачной одежды праздничной. Он просто сидел и ел. Как говорится, на халяву. Решил человек гоститься, да? Вот. То есть, был не подготовлен к этому празднику. Вот. И царь сказал, а что это? Что ты тут делаешь? Почему ты тут в брачной одежде? А он ничего не сказал. Он промолчал. Вот. И, в итоге, что сделали с бедолагой? Вытолкнули их за шею в брачную одежду. В этой притче есть загадки. Попытаемся и загадать. Не просто так она сказана, но здесь сокрыты мысли. Как вы думаете, кто такой царь, господин? Это тот, ну, глава всего народа. Глава всего народа. Хорошо. Это Господь. Кто глава всего народа? Конечно, Господь будет. Господь глава всего. Бог. Царь это определенного народа. Ну, его люди, у него есть люди. Правильно ты рассуждает. Он делает законы еще. Да. Да. Чтобы они их соблюдали. Кто их соблюдает. Закону тому, чьи времена была семерная камня. А кто выше всех царей земных? Бог. Бог. Ну, как угодно. Кто выше всех царей земных? Кто самый главный царь? Это Иисус Христос. Конечно. Господь царь небесный. Он владыка всего. В этой притче под образом царя имеется ввиду Бог. Правильно ответил? А Сын, у которого брачное торжество, как раз? Да. Правильно. Это Господь Иисус Христос. А слуги и рабы, которых Он посылал для того, чтобы пригласить на свое торжество других людей. Святые, да? Пророки, которых Он посылал к иудейскому народу. Напомните о заповедях, о тех законах, которых Он, как Царь Небесный, установил. Ну, как с ними поступали с пророками все время? Побивали, обижали, а некоторых даже не убивали. И, конечно, Господь от этого огорчился, что так вот не принимает. И Сына Его Единственного даже распяли на Христе. Не приняли за них. И поэтому Господь решил собрать других людей, вместо тех, кого позвал. Кто эти люди? Которые на распуде, у изгородья. Кто это такие? Кто бедный? Ну, кто бедный? Конечно. Конечно. Если иудейский народ отказался от Господа, от Его слов и даже распяли, верующие все, кого Господь позвал, да? И кто в числе этих верующих? Те, кто присутствуют в храме, можно сказать, что они тоже позваны. Вместо тех, кого не оказались достойны, да? Потому что это те. Можно сказать, что это мы. И Господь нас пригласил на этот пир всех вместе. И самое такое яркое место, которое напоминает христианам об этом брачном мире, об этом брачном пире. Это какое место? Церковь. Церковь. И вот здесь вот, когда мы собираемся на литургию, чтобы причаститься к телу и крови Христовой, это очень напоминает нам пир. Напоминает? Напоминает. Потому что мы тоже приобщаемся, мы вкушаем тело и кровь Христа. Мы участвуем в его пиршестве. И как нужно быть готовым к этому пирму? Как вы думаете? Как лучшим образом подготовиться, чтобы оказаться достойным? Потому что, видите, одного бедолага мы вытолкнули, взрослый недостойный. А как стать достойным? Да, пустим. Сходить на исповедь. Лучше делать это накануне, до сегодня. Еще. Ну как оказаться достойным? Как проверить? Что означает вот эта белая одежда для души? То, что он чистый. То, что он чистый. Давайте еще. Есть мысли? Ну как? Ну, доверять Богу нужно? Да. Любить Его нужно? Да. Да. Нужно иметь желание для того, чтобы вкусить. Как выглядит, как выглядеть будет со стороны, если человек будет заставлять ощущаться? Как это? Ну никак. Ну как? Насильно. Насильно. Насильно это невозможно. То есть это должно быть ваше желание, ваше доверие Богу. Ваша вера, ваша надежда. Вот. Почтение должно быть в Царе Небесном? Да. Почтение. Почтение к другим христианам должно быть. Видите, как много всего необходимо выполнить для того, чтобы оказаться достойным. Потому что званых много, а испаных мало. Будем стараться быть достойными. Поступать по христианству. Потому что врачный пир, конечно, хорошо. Но что будет потом, после этого, все стоит задуматься. Вот. Сможем ли мы прожить свою жизнь так, как говорит Господь Иисус? Хотелось бы вам прожить эту жизнь по его завтраку? Да. Конечно, хотелось бы. Каждому из нас. Пусть Господь нам в этом поможет. Конец и Богу слава. Богу нашему слава. Волей и веков. Аминь.